Привет! В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях замечательный писатель Ник Перумов. Ник, здравствуйте! Добрый день! У меня к вам, конечно же, множество вопросов, и, как это полагается в моей программе, то первая причина этих вопросов – ваша новая книга. И я вот, как сам отец 12-летнего ребенка, конечно же, сразу обращаю внимание на то, что может быть ему интересно, и вот я увидел то, что главной героиней романа 12 лет, и вы вдруг от «Магов и тьмы» перешли к такому странному, для меня, например, странному жанру – стимпанк. Вот расскажите, пожалуйста, об этом стимпанкском пространстве. Меня хорошо знают в России с некоторых пор и за ее пределами, как авторы многотомных эпопеек, героических, эпических эпопеек, где есть магия и великая тьма, и страшные боги, и чудовища, и драконы, и эльфы, и гномы. Короче, все кто угодно. И вдруг, ни с того ни с сего, какой-то пар, да, вот этот вот стимпанк, пара панк, будем пользоваться русскими терминами все-таки, а не кальками, и героине 12 лет. Почему, для чего, откуда? Ну, мы с вами говорим про книжку, которая называется «Приключения Молли Блэквотер», и вышла только что первый том этой трилогии «За краем мира». Сразу скажу, что книга вторая «Сталь, пары, магия» тоже закончена и выйдет вот в самом начале сентября или в конце августа. И третья, последняя «Остров крови» у меня запланирована к выходу на конец ноября, декабрь, то есть, грубо говоря, к Новому году, к новогодним продажам, к праздникам. Прежде всего потому, что с годами хочется обратиться, прежде всего, к молодому читателю. В свое время я был свидетелем, как Джей Кей Роулинг произвела настоящую революцию, вот, по крайней мере, в американском, среди американских детей. Англосаксонском таком пространстве. Англосаксонском пространстве, который резко начали читать Гарри Поттера. И, честно говоря, это после Джей Кей Роулинг они даже и не очень-то останавливаются. Это очень хорошо, это очень приятное чувство. И, конечно, я, писатель, должен быть амбициозен, но все-таки мое, естественно, научное образование призывает меня соблюдать некую скромность и сказать, что я, конечно, не равняю себя с Джей Кей Роулинг, но все-таки надеюсь, что моя книга тоже вызовет интерес у вот именно молодого читателя, подростков, как говорят среди тех же англосаксов, young adult, молодых взрослых. Как бы не странным казалось такое сочетание. Поэтому героине Молли Блэк Уотер 12 лет, и я воспользовался и тем, что много лет вот живу среди как бы англосаксов, назовем их так, и могу посмотреть на мир во многом их глазами, понимая их, их возможные реакции. И в этой книге мне было очень интересно столкнуть именно вот эту вот английскую девочку из такого вот викторианского королевства Бриатании, которая очень похожа на Англию. Но вот представьте себе, что огромные ножницы какого-то величественного и страшного катаклизма отсекли от, собственно, Англии, вот северную часть Шотландии, и каким-то образом получившийся обрубок стал из острова полуостровом, и к северу к нему примыкают какие-то огромные, бесконечные, непонятные, странные земли вот таких варваров, как их называют жители королевства, со странным самоназванием Русскис. Да, вот такая вот книга. Она, в отличие от моих предыдущих, она где-то кому-то может показаться даже политически заострённой, но на самом деле действительно хочется использовать моё, скажем так, знание того мира, чтобы показать его нашему читателю. Они продолжают считать нас варварами? Бесспорно. Они считали нас варварами, считают и будут считать, чтобы мы не сделали какие бы, как бы тщательно мы не выполняли рекомендации ОБСЕ или ПАСЕ или кого угодно. Это идёт, по-моему, со времён Рима, потому что ведь недаром, помните, в классическом романе Томаса Меллари «Смерть Артура» вот как бы король Артур становится по ходу действия императором Рима через силу своих рук. Собственно, вот это вот идёт традиция, что мы говорим «Москва, Третий Рим», а вот в англо-саксонском мире считается, что нет, да мы Рим первый, вот мы были, есть и будем, хотя там в самом Риме могут быть какие-то итальянцы, мы коронники, мастера изготовления пиццы, но мы есть Рим. А всё, что окружает Рим, это вот айкумены, это варвары. Варвары могут быть все из себя красивые, ну как Конан-варвары, да, такие мужественные, брутальные, суровые, но всё равно это варвары. А вот как раз вы затронули тему своего научного образования, ведь тоже я столкнулся с тем, что многие думают, что Ник Перумов уехал в Америку как писатель, а насколько я знаю, вы же туда уехали как биолог-микробиолог, да? Совершенно верно, да. Я не отношусь к категории, ну знаете, таких вот политэмигрантов, опаси господи, или людей, которые уезжали как беженцы, выдавая себя за преследуемых, умучиваемых КГБ, облучаемых торсионными полями или чем-то там ещё. Нет, вот к сожалению, большому сожалению, в 90-е годы практически все мои однокашники, мои товарищи по кафедре биофизики Ленинградского политехнического института, теперь там Петербургского технического университета имени Петра Великого, оказались в Европе, в Западной Европе или в Америке, просто потому что мы, ну, мы были советскими научными сотрудниками, мы не умели торговать секонд-хендом, мы не вписались в рынок, нам, в общем, жизнь дала такого мощного пинка, и люди просто поехали в 90-е туда, где могли найти работу, ничего больше, на этом не стояло каких-то политических позиций, там, отрисание праха Рогин из ног своих, как раз наоборот, люди с тоской и печалью вот ехали туда, где могли элементарно заработать себе на хлеб, и точно так же ваш покорный слуга, в 98-м году мы поехали туда просто работать. А вот за эти годы вы остались в ощущении себя как ученый-микробиолог, или все-таки доля писательского пространства в самоощущении, в самоидентификации, она стала больше? Вот все-таки кто такой Ник Перумов сам для себя? Вы говорите какие-то очень страшные слова. Я был, есть и останусь, естественно, тем, кем меня учили, на кого меня учили. Это методы мышления, прежде всего, это методы работы с материалом, это методы его систематизации. Поэтому, естественно, я остаюсь, естественно, научником, научным человеком, человеком научного метода. А вот с писательством всем это как-то очень сложно. Знаете, вот есть в Москве такое замечательное учреждение, как литературный институт, где учат написателей. И мне даже просто страшно подумать, чему же там учат, потому что мне всегда казалось, что быть писателем — это рассказывать интересную историю, которую люди хотят слушать. Я часто привожу такую аналогию, что в моем представлении автор, писатель — это тот, кто сидит с путниками, со случайными встречными у дорожного костра и рассказывает им под звездами какую-то историю, чтобы время шло веселее. Если он рассказывает хорошую историю, с ним поделятся хлебом и кашей. А если он расскажет ее про плохую или скучную, то его просто прогонят. А все прочие, знаете, вот эти вот тонкости, о которых любят говорить так называемые настоящие писатели, авторы большой литературы, или боллитры, как ее еще называют, я, честно, не очень это понимаю. Я хорошо разбираюсь в иммунитете человека, в иммуномедиаторах и так далее, и тому подобное. А вот в том, что такое вот быть там писателем и какова его миссия, я, честно говоря, стараюсь об этом не думать, как та сороконожка, которая очень хорошо умела танцевать, ровно до того момента, как ее не спросили, сороконожка, а как это ты так ловко умеешь? Вот я услышал в ваших ответах то, что, ну, амбиция, да, писательская вас привела к тому, что роман про Молли, Блэк Уотта, он такой ориентирован на уже мировую аудиторию, да? Вот у него есть английская версия, он написан только по-русски? Нет, нет, он написан только по-русски, но и более того, я вам скажу абсолютно, положу руку на сердце, мои книги издавались в Европе, они издавались в Швеции, в Польше, в Болгарии, в прибалтийских странах и так далее, по-моему, в Чехии, Словакии, если мне не изменяет память, много где. Но вот что касается данного конкретного романа про приключениях Молли и Блэк Уотта, они ни при каких условиях изданы на английском языке быть не могут, прежде всего потому, что для английского, англоязычного, англосаксонского читателя нужно, чтобы их страна побеждала. Особенно, если это рассчитано на читателя более-менее массового, особенно на детского, на подростка. Сюжетный патриотизм. Да, это обязательно. Это обязательно, это очень жестко выдерживается. Там, разумеется, да, мы прекрасно знаем все антивоенные произведения, особенно написанные, скажем, под влиянием темы Вьетнамской войны. Мы прекрасно знаем и взвод, и цельнометаллический жилет, да, эти замечательные фильмы «Апокалипсис сегодня». Но это все существует в такой узкой, очень специальной ниши, которая как бы есть, а главное, то, что идет фоном каждый день, мы круче всех, мы мощнее всех, мы победим всех, несмотря ни на что. Мы всегда побеждали, и это, в общем, понятно почему, потому что последний раз выстрелы на американской земле гремели более полутора ста лет назад. В 1765 году, да. Да, в году, когда умолкли последние залпы гражданской войны. И с тех пор, естественно, вот утрачивается что-то такое в менталитете народа, он перестает бояться войны. Я вырос в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, когда каждый, фактически, мужчина был фронтовиком, масса людей прошла блокаду. Я прекрасно помню празднование 9 мая 1975 года, 30 лет победы, Марсово поле, заполненное красными флагами, заполненное вот мужчинами и женщинами средних лет, в наградах. Им тогда было столько, сколько мне сейчас. Чуть больше, чуть меньше. В районе того веселыми, счастливыми, встретившими однополчан, многие приехали, ветераны Ленинградского фронта. Эта память у нас жива, она у нас, что называется, в костном мозгу. А там этого нет. И даже когда у нас был Афганистан, который считают советским Вьетнамом, когда у нас была Чечня, это все равно у нас проходило вот этот вот оголенный нерв, а в Америке этого нет. Хочется спросить, а что еще, кроме сюжетного патриотизма, отличает, на ваш взгляд, такую медийную, в смысле, масс-медийную литературу и детскую, детской фэнтези в том числе? Очень четкий, очень четкий моральный посыл. Есть наши, есть не наши. Грубо говоря, там, у нас, можно сказать, тоже это можно было, было как наши и фашисты. Там, я не рассказывала на пионерах-героях, молодая гвардия. Все, вот, понятно. Но в этих книгах, в наших книгах, там, фашисты представляли из себя такую аморфную, некую серую, страшную массу, абстрактное зло, лишенное какой бы то ни было мотивации, кроме вот такого животного желания убивать. А в Америке стараются, конечно, создать несколько более сложные конструкции, но то же самое. Есть весь великий враг, персонифицированный великий враг, с которым борется, также персонифицированный главный герой, отсюда все их супергерои, да, там, Бэтмен и Супермен, и Человек-паук, и так далее, так далее, так далее. То есть вот есть персонифицированное зло, есть персонифицированное добро, они бьются, а в общем, как бы, читателю не нужно совершать выбор, он остается в такой комфортной моральной зоне. Ему не нужно испытывать колебания, на чьей же стороне здесь правда. То есть очень упрощенная схема. Схема упрощенная, ну, а я могу сказать, она работает, в такой схеме был изжит, так называемый, вьетнамский синдром в Америке, и вот фильмы типа, там, типа Рэмбо, к примеру, они тоже вот работали на то, что... Четкое понимание, кто виноват, да, кто виноват, кто враг, и мы все равно самые великие. Интересно. А вот в романе про Молли и Блэк-Оттера, там есть погоня как раз за магами, то есть маги вне закона, в государстве, для которых паровые турбины, паровые двигатели, да, являются основой экономики, основой всего мироздания. Вот вы как ученые все-таки, ну, так, вроде как должны настороженно к магии относиться в принципе, тем более, что, ну, вы же, конечно же, знаете, там, читая российскую прессу, так или иначе, понимая, что у нас вообще очень, очень с шарлатанами прям очень здорово, они расцветают в любой момент. Вот сейчас я, например, очень борюсь на своем уровне с шарлатанами в области психологии. У нас стало так много психологов, психотерапевтов, которые от всего лечат, имея очень плохое образование, при этом совершенно ненаучное, и не понимая, что они могут навредить реально психике. Вот ваше отношение к магии как таковой, и, ну, я не то, чтобы спрашиваю, верите или не верите, а скорее вот именно как отношение ученого. Ну, вы задали сразу два вопроса в одном. Естественно, когда я вижу объявление потомственный маг-колдун, там, наследник того-то и того-то, сниму порчу, приговорю, приворожу любимого, там, засушу соперницу или что-то в этом духе, то, конечно, это, с одной стороны, сначала вызывает улыбку, а потом откровенную тревогу за состояние душевного здоровья тех людей, которые обращаются к подобного рода ясновидящим и колдунам. А второй вот ваш вопрос, если вы спросите об отношении к магии как к символу таинственного, непознаваемого, как к скрытым резервам человеческой психики, человеческого организма, то тут я, опять же, как ученый-биолог, скажу так, что, возможно, мы не знаем еще слишком многого, мы не разобрались даже в понимании механизмов собственного мышления, как это так в нашей голове звучат какие-то слова. То есть, грубо говоря, под словом, под термином магия скрывается просто то, чего мы еще не знаем о человеке вообще. Да, то, чего мы не знаем о человеке вообще, в его резервах, его сознания. Мы только-только вот взглянули в эту бездну, а может быть, подняли голову к ночному небу, где вот скрываются тайны нашего сознания, нашего мышления, и нам еще предстоит огромная дорога. Вступает ли в конфликт и в произведениях, и в вашей личной, конкретной такой жизни три пространства? Наука, вера в Бога и вот, собственно, вот эти вот непознанные магические конструкции. Три вектора. Я не могу назвать себя воцерковленным или религиозным человеком. Естественно, меня воспитывали как атеиста. Советская школа, Ленин, партия, комсомол. И для меня, скорее, это символ некого вот духовного единства, которое делает нас все-таки не просто аморфной массой людей, которые скопились на одной восьмой или одной седьмой территории суши, а все-таки делает нас народом, нацией, у которой есть некая сверхидея. В этом нет ничего плохого и ужасного. Там те же американцы, они выводят свою действительно некую богоизбранность из религиозной идеи. Им это очень помогает. во всяком случае в обыденной повседневной жизни. Поэтому нас, знаете, принято смеяться над так называемыми духовными скрепами, но это наше национальное, да, как только правительство делает хоть что-нибудь умное, над этим нужно очень громко смеяться. Зачастую это не лишено оснований, но не видеть некого вектора правильного в этом было бы тоже ошибкой. И эти вот вот это вот религиозное на самом деле при всех недостатках, я, естественно, читаю массу там статей о жирных попах на мерцах, как у нас это принято говорить, это непонимание самой роли, которая это все играет в народной жизни. И для меня лично эти три сферы, они естественно соприкасаются и на точке соприкосновения идет, проскакивает искра. И эта искра помогает на самом деле писать новое, потому что эти конфликты переходят на страницы и герои оказываются на рубеже противостояния техники и магии рацио и подсознание наверное так можно сказать. Я не хочу уходить в какие-то психологические здесь дебри, но для меня эти три сферы это источник прежде всего конфликта, источник конфликта для моих героев и возможность показать с разных сторон личность этого героя. Вот хочу понять, испытывали ли вы соблазн стать, как это часто пишут в биографиях или в информационных сайтах профессиональным писателям с той точки зрения, что зарабатывать этим достаточно много, чтобы уйти из науки. Наверное, ведь не так все было и гладко, и когда вы работали в Америке. Ну, вы знаете, да, я называю себя профессиональным литератором в том смысле, что я зарабатываю своим писанием книг, продажей рукописей, не вдохновения, но рукописей, средства себе на существование себе и своей семье. И вот так сложилось, что в разные периоды моей жизни я сочетал работу и писательство. Иногда была только работа, иногда было только писательство. Это все менялось в разных пропорциях. Но понимаете, у меня с годами, да, я ведь, а я уже издаюсь почти 25 лет, через два года будет 25-летний юбилей моей первой книги, как она вышла, я понял, что лучше всего у меня получается именно рассказывать истории. Меня читают, меня слушают, вот приглашают на радио «Комсомольская правда». Спасибо ему огромное. И не очень понятно здесь, зачем делать то, где я в лучшем случае середняк, когда я что-то умею делать существенно лучше, входя в какие-то рейтинги, тройки, не знаю, пятерки, десятки и так далее читаемых востребованных русских авторов. К сожалению, жизнь так споворачивается, что вот сейчас у нас книги в некотором загоня, но испытывают тяжелейшее давление со стороны сети. И я, тем не менее, пока что вот остаюсь на данный конкретный момент профессиональным писателем. И микробиологом, а не наоборот. Ну, да, но вполне возможно, что очень скоро мне надо будет вернуться к рабочему столу, хотя в мои годы уже очень тяжело найти работу, естественно, людей дискриминируют, по возрасту везде, во всем мире, несмотря на всю политкорректность. Это будет не самый веселый день в моей жизни, потому что, как я сказал, когда вы умеете делать что-то хорошо, совершенно непонятно, и могли бы этим зарабатывать, почему вы должны от этого отказаться и делать то, что у вас получается совсем не столь хорошо. Давайте вернемся к книге. Есть ли у книги, ну, собственно, у книги конкретной и у всей трилогии о Моле Блэк-Воте какой-то, ну, вот тот самый посыл, месседж, что... Что хотел сказать этим авторам? Отвратительная формулировка, да, но так или иначе все равно мы что-то вкладываем, потому что я, например, считаю, что литература это как раз способ сделать мир немножечко лучше, там, неважно, в каком жанре это происходит. Ну, можно сказать так, меня часто спрашивают, а в чем идея вашего там, романа? Пожалуйста, изложите это кратко, емко, в фористичной запоминающейся форме. Я тогда всегда отвечаю, что, ну, если вы ищете в книге вот такое краткое содержание в двух фразах, ну, читайте сборники афоризмов. Конечно. Зачем писать длинный роман? Зачем писать? Изложите идею поэмы Пушкина Руслана Людмила или изложите идею повести Капитанская дочка в одной фразе желательно, да? Я писал эту книгу именно для того, чтобы поговорить о своих и чужих, о своей и чужой правде, о том, что делать главной героине, когда она чувствует нутром, тем самым нутром, что правда она как-то не на стороне тех, кого она считает своими. Наверное, помните прекрасный советский фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих»? Вот она оказывается примерно в такой ситуации. Мне хотелось поговорить именно об этом, об этой коллизии, которая вечно, которая не может быть полностью разъяснена каким-то одним даже гениальным фильмом, даже с гениальными актерами, которые там так блистательно сыграли. Вот, наверное, это было для меня одно из главных. Может быть, я тоже как-то ощущаю себя своим, чужим среди своих, поскольку вот я живу не тут, не в России, и поэтому многие на меня косятся, что чудо-то как-то у пиндосов прижился. И точно так же я не ощущаю себя своим среди чужих, среди тех людей, которые окружают меня в повседневной жизни за океаном. Этим я, скажем так, не горжусь. Есть множество людей, которые уехали из России и сделали это главным достижением своей жизни. Мы свалили из проклятой рашки. Ну, о них мы говорить, наверное, не будем. Вот скажите, все-таки 12-летний возраст героини, он обусловлен именно желанием опустить возрастной цен с аудиторией? Или есть какая-то, может, еще иная аналогия? Может быть, возраст дочери, не знаю. Ну, у меня трое сыновей, старшему 22, среднему 13 и младшему 9. И мне хотелось прежде всего, чтобы читатель, юный читатель, молодой читатель мог идентифицировать себя с героиней. Для этого абсолютно не обязательно, чтобы совпадал бы гендер. Мальчишки также прекрасно ассоциируют себя с женскими характерами. Героини, если они не яркие, привлекательные. Пеппи, длинный человек доказал однажды. да, совершенно верно, да, как доказала Пеппи, длинный чулок и другие там Ронни, дочь разбойника, той же Астрид Лингрен. Поэтому мне хотелось, чтобы героиня была узнаваемой и ее бы приняли бы как свою. В этом была главная идея. Ну, а что касается возрастного ценза, то я, честно говоря, не очень еще привык видеть на своих книгах категории там 12+, или там 16+, какие-то еще есть. Их очень много. Их много, да. Ты даже не очень в курсе. То есть главной идеей была возможность ассоциации читателя с героем. Вот покажу, поскольку нас снимают камеры. Есть вот у нас в редакцию пришла такая коробочка и коробочка. Черный ящик. Да, да, да. Черный ящик. То есть я... На нем еще написано ручная работа на веревочке. Значит, вот, собственно, так выглядит сама книга и так выглядит кукла Молли. Кукла замечательная. Вот, да, кукла замечательная. Вот, то есть это, честно говоря, мне еще ни разу не приходилось видеть в России проекты, которые оформлены... Ну, это, назовем это, конечно, некий маркетинг, конечно, книжный. Вот, ну, то есть чтобы сувенир рождался сразу, когда выходит книга еще... По сути, Молли еще не завоевала читателей, читатель завоевал сам Ник Перумов своей предыдущей деятельностью, да, но уже сувенир таким образом существует. Ну, там понятно, что издательство, которое вас выпускает, оно крупнейшее в России, оно может себе позволить, на самом деле, такие эксперименты, но вот в создании самого образа там, да, вот на камеру еще раз, есть какая-то легенда, не знаю, может быть, что рыжая, как ирландская девочка рыжая, которая тоже протестная такая, да? Да, потому что Молли, конечно, у меня такая пацанка и бунтарь, и в англосаксонской традиции... Почти ведьма таким может быть. Да, более того, действительно, вы вот вспомнили ирландцев, это действительно... У них по-прежнему репутация, значит, отчаянных хулиганов, там, бунтареи, которые не вписываются в рамки, хотя они все почти забыли свой родной язык, да, гаэльский, говорят по-английски, но остаются вот где-то в глубине души все теми же отчаянными сорвиголовами, и вот я не делал мою героиню сознательно, вот ирландкой не артикулировал это в книге, но бесспорно вот эти вот ее медно-рыжие волосы, они пришли именно оттуда. Я, к сожалению, не имел возможности прочитать ваш роман до нашей встречи, только встречи, ну просто, ну, я не сторонник, конечно, говорить, типа, я не читал, но одобряю или осуждаю, поэтому все-таки спрошу, зло в вашей книге, оно умное или глупое, вот насколько сила противостояния, то есть она в чем, насколько сильно зло и насколько сильно добро, вот мне очень важно понять уровень этих противостояний. я здесь следовал какой-то степени исторической правде. Если мы вспомним, да, стимпанк, парапанк, это возведенная, доведенная до абсолютно викторианской Англии, оснащенная вот всеми техническими новинками с того времени, которые оказались доразвиты до уровня буквально эффективности современных технологий. И вот... То есть поражение лудистов таким образом, да. Да, то есть вот эта вот империя колониальная, она идет от края до края кумены, завоевывая новые земли, неся туда, как они считают, просвещение и свет. Я здесь ничего не выдумывал, это действительно идеология вот этих вот элегантных джентльменов, героев пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» более известной нашему, наверное, читателю, как «Моя прекрасная леди». Вот они прошли всю Африку практически, да, там вот Кейптауна до Суэца, условно говоря, они прошли там всю Индию. Киплинг, кроме «Книги джунглей», был как раз очень максимальной сферой снобизма в этой, он же сын чиновника в Индии как раз планиального. Да, вы абсолютно правы, да. Вот он прекрасный пример. Вот этот вот джентльмен, такой сухой, подтянутый, спортивный, боевитый, который не боится трудностей, который презирает врага, потому что это варвары, а мы, вот за нами, вот величайшая цивилизация земного шара. поэтому зло у меня, конечно, оно умное. Оно еще тем более сильно, потому что оно себя отнюдь не то, что не считает злом, оно себя считает самым, что есть добром для всех, причем в том числе для тех, вот на чьи земли оно приходит, потому что мы, да, мы, вот эти вот джентльмены, да, с моноклим в глазу, в цилиндре, во фраке, мы несем культуру, просвещение и прогресс. А те, кто против нашего прихода, против прогресса, просвещения и культуры, они, в общем, должны уйти. Да, то есть, противостояние имперских и свободных таких взглядов. А имя героини я вот веду, преподаваю в университете в журналистике и читаю курсы по писательскому мастерству, когда даю задание современным деткам, вот у меня дети от 10 до 16 лет. Все современные российские дети в своих миниатюрах художественных дают имена только английские. Никто не хочет больше Вити Малеева в школе и дома или Мишкиной каши, там, да, все обязательно Кэролайны, Джоны, Джеки и так далее. И даже если это вполне такой бытовой сюжет, какой-нибудь девочка пишет, что, если какая-то, какой-то секрет в имени Молли и в ее, в черной воде, в ее фамилии, да. Ну, действительно, черная вода, она обыгрывается там по ходу действия и еще будет обыгрывана в книгах, которые только выйдут. Что касается, вот, помимо этого Вами эффекта, ну, наверное, это связано все-таки с англизированностью сети самой, где очень многие люди берут себе ники английские, просто-прочи все потому, что огромное количество программ разрешают это делать только латиницей, а писать наши имена вот латиницей получается как-то, как какая-то абракадабра, очень странно. Поэтому люди берут себе даже в сетях эти вот ники и множество фанфикшена пишется на ту же Джейки Роллинг, на Гарри Поттера, к примеру, или на Сумерки, не к ночи, будь помянутая, или что там еще, на 50 оттенков серого, цвет, цвет, цвет. Вот, поэтому вот, мне кажется, с этим связано то, о чем вы упомянули. А что касается меня, почему я не сделал, допустим, героя с нашим именем, мне нужен был именно взгляд со стороны, мне нужен был взгляд со стороны, поэтому героиня оттуда, из-за бугра. Ну, примерно по тому же, почему Юлиан Семенов в 17 мгновениях весны называл все-таки своего героя, не Максим Максимович Исаев, а Штирлиц. И не то, что называл его там в обращениях, он же не писал там, Максим Максимович Исаев поднимался по лестнице там рейс-канцелярии. Он всегда писал, Штирлиц поднимался, да. Вот у меня тоже то же самое. То есть, есть проблема, для взгляда на которую нужен был характер извне. Есть ли какие-то ожидания в связи с тем, что изменен жанр? То есть, может быть, там кто-то может быть, будет разочарован в том, что там количество такой живой магии ушло из, ну, в этой книге не так проявлено. Или, наоборот, может быть, сейчас какой-то большой взрыв, потому что, мне кажется, что дети, которые играют во все вот косплеи, все вот эти истории, там, да, они должны воспринять вообще очень прям хорошо. То есть, Москва, во всяком случае, совершенно точно. Я очень надеюсь, что вы будете правы, что действительно ее воспримут хорошо, хотя вы тоже правы и в том, что опасность существует очень большая, ибо инерция читательского мышления, она колоссальна. от вашего покорного слуги ждут совершенно определенных книг о совершенно определенных героях. Вот у меня есть пара, да, «Братья-боги», «Хедин» и «Ракот», о которых я пишу уже тоже без малого. Три десятка лет, когда они только родились в черновиках, и от меня хотят книг о них. А зачем вот этого, зачем этот Степан, мы это читать не будем, говорят некоторые мои читатели, но я все-таки надеюсь их переубедить, и вы абсолютно правы, я очень надеюсь, что некая новизна, там, она поможет. Ой, там этот Перумов уже столько томов накатал, да, поди же разберись, там, черт-нибудь ногу сломит. А вот тут что-то новое, что-то вот не несущее на себе никакой нагрузки предыдущих томов, глядишь, оно пойдет действительно более весело, и тем более вот для 12, там, 13-14-летних ребят, у которых трудно разбираться во всех этих перипетиях моей эпопеи, которую я пишу уже там 20 с лишним лет. Можно ли сказать, что эта книга, вернее, эта трилогия, это перезагрузка не только внешнего позиционирования книг Ника Перумова, но и внутренняя перезагрузка, все-таки это же вызов, а значит, и в вызове всегда есть доля вдохновения. И риска. И риска, конечно, да. Вот я, да, я иду на этот риск сознательно и очень хочу расширить свой диапазон. Нельзя оставаться верным только одному, как один раз удачному приему, хотя, допустим, Терри Претчетт, он всю жизнь писал о плоском мире, если я не ошибаюсь. Я даже не знаю, есть ли у него книги не о нем. Мне неизвестно. Мне тоже таковые неизвестные. 42 романа, по-моему, у него в общей сложности все о плоском мире, так или иначе. Ну, у него, как я понимаю, это все-таки не сериал, да, о различных персонажах. У меня несколько другая ситуация, но да, надо идти на этот риск. Надо, иначе есть опасность превратиться в автора не только что одного мира, а одного приема, одной проблемы. Вот этого очень хотелось избежать. Как относятся ваши младшие дети вот к этой интересной логистической ситуации, что вот мы живем с папой, мы живем в Америке, а папа при этом русский писатель, да, российский писатель, и книги его почему-то там, а не здесь. Ну, я, конечно же, все-таки русский писатель, поскольку я пишу на русском языке, и, насколько я понимаю, даже во времена интернационализма и советской власти, Пушкина, Толстого, Чехова и Достоевского называли именно русским писателем. У нас была в школе русская литература, а не российская. Поэтому мои дети относятся к этой ситуации с интересом, во всяком случае. Это делает их особыми, это выделяет их из общей массы. Они не такие, как другие, а для детей это, по-моему, очень важно, вот отличаться от других. И тоже риск. Да, и тоже риск. Но, вот, как я уже сказал, я рассказываю эту историю о Молле Блэк Уотер своим детям. Среднему ребенку она особенно нравится. Совсем попадает, да, после 13 лет. Младше, может быть, немножко маловат. Старший занят окончанием университета. И, действительно, ситуация интересная, но пока что мои вот дети находят в ней не слабость, а силу. Задам еще один провокационный вопрос. Когда общаешься с детьми, ну, опять же, я сам, как папа и преподаватель, тоже это очень хорошо чувствую, всегда есть некий соблазн им, ну, пойти у них на поводу, собственно, это всегда так случается. То есть, может быть, рассказать им какую-то тайну из взрослого мира, там, которую им еще знать рано. Я уверен, что, скажем, какие-то чуть более откровенные истории про любовь, иногда взрослыми выдаются не из их внутренней пошлости какой-то, а просто потому, что хочется, они сами, открывая какую-то тайну, чувствовать свою значимость. не сталкивались ли вы с этой проблемой, там, нужно же как-то очень аккуратно, ведь мир 12-летнего ребенка, это вообще-то вот этот пик куберта, это вообще самый сложный, наверное, период-то, в общем-то. Вы знаете, не проболтаться про взрослый мир так или иначе со всеми гадостями. Есть, да, есть мнение, что пока не проведена инициация, ребенок там, и вынаги остаются ребенком, а не полноценным человеком, особенно у всех племен, да, вот эти вот ритуалы, инициация перехода в мужчины или в матери, в смысле в матери не в физиологическом смысле, а в социальном скорее. Вот мне, у меня такого соблазна не было, я вообще, если говорить о любви, о ней пишу довольно мало, и с чем получаю, и с чем получаю многочисленные упреки от наших прекрасных дам, девушек и девочек, которые меня часто очень упрекают, почему вот в моих книгах мало вот именно этой любви, и почему я об этом не рассказываю. И вот у меня есть одна книга под названием Ильи Дура из трилогии «Семь зверей райлега», написанная в жанре темного фэнтези. Там много, как говорят сейчас в сети, жесткача. То есть таких достаточно жестких тяжелых сцен, в том числе связанных и с гендерными взаимоотношениями. Мне всегда казалось, что подобного рода сцены женского читателя, читательниц, извините, читательниц скорее толкнут. Это наши примитивные мужики, которые следуют за своими биологическими позывами и поползновениями. Однако оказалось, что это не так. Эта книга является очень популярной именно у девушек. Как-нибудь странно. Вот несмотря на все вот эти вот аспекты, о которых вы говорили. Что касается детей, то да, я в этом смысле пуританин. И я стараюсь удержать интересы за счет приключений, а не за счет вот этих намеков на таинственность взрослых отношений, которые есть. Я в этом смысле очень сестра Модина. Это прекрасно. На самом деле, потому что я всегда в этих случаях привожу пример импрессионистов, потому что они совершили революцию в красках, но прежде всего опираясь на классическую школу занимаясь. Поэтому все новое оторвано от классической традиции полностью, недолговечно и, в общем-то, эфемерно. Поэтому как раз быть нормальной воспитательной традицией, и пускай там будет стимпанк, татуировки, очки, кожаные куртки и так далее, но если это все равно несет то самое доброе и светлое, это прекрасно. Должна быть традиция. Да. Ник, спасибо огромное за этот разговор. Вам спасибо. Вот, наша программа подходит к концу. В эфире была программа книги с Олегом Ждановым. Читайте с вдохновением. До следующей встречи. Счастливо.